Около 10 тысяч работников отелей США объявили забастовку в воскресенье. Это произошло после того, как переговоры с такими операторами, как Марио, Хайат и Хилтон, были прерваны. Профсоюз Unit Here, который представляет работников отелей и казино, заявил, что по всей стране проходят забастовки. Unit Here сообщает, что работники отелей испытывают трудности из-за сокращения рабочих мест, начатых в эпоху пандемии, и они также требуют повышения заработной платы. Все это происходит на фоне баталии вокруг выплаты репараций в Калифорнии. Они также привели к беспорядкам зданий местного конгресса. Толпы протестующих были возмущены тем, как в последний момент закон о репарациях де-факто завернули. Хоть Калифорния выделит 12 миллионов долларов на репарации, большая часть денег пойдет в карман бюрократии, демократической партии, которая будет думать, как их реализовывать. Простые же чернокожие, которые только что надеялись на компенсации, остались ни с чем. В бюджете Калифорнии дыра в 50 миллиардов долларов на фоне экономических проблем. Под нож пойдут многие социальные программы, что уж говорить про репарации. Но теперь недовольные чернокожие по всей стране грозят бойкотировать компанию Камалы Хэррис. Уровень поддержки Хэррис среди афроамериканцев составлял около 77%. Для сравнения за Байдена в 2020 году проголосовали 87% чернокожих. Так что просадка уже появляется, особенно среди чернокожих мужчин младше 50 лет. У Камалы и так бы даст бунтующие пропалестинская улица. А тут еще и неудачное интервью на CNN. Затем конфликт с семьями погибших в Афганистане морпехов во время бегства США. Трамп перетянул их на свою сторону. Чем больше таких ошибок, тем сложнее демократам удерживать свою разношерстную коалицию избирателей, которая начинает распадаться на глазах. Субтитры создавал DimaTorzok